Всем привет, с вами Мила, и мы продолжаем играть в лорд... Пута лорд. В Райзен 2. Райзен 2, Дарк Ватерс. Ватерс, Ватерс, Ватерс. Что-то я, короче, зашла, и у меня сразу... Я же прибыла в город какой-то, и у меня почему-то сразу вот эта фигня возникла. Так. Мне нужна помощь в борьбе с капитаном Вороном. Давай так. Мне нужна помощь в борьбе с капитаном Вороном. Что? Один человек собирается бороться с капитаном Вороном? Поэтому мне и нужна помощь. Это ты так говоришь? Но, может быть, тебя подослал сам Ворон, чтобы разнюхать что-то у нас в городе? Или, может, у тебя какие-то совместные дела с дикарями? А потом подзатыльников надают мне. И все потому, что я пустил тебя в город. Я здесь не для того, чтобы создавать проблемы. Ты можешь это доказать, сделав добровольный взнос. Чего? Добровольный взнос. Как свидетельство добрых намерений, да? Потому что ты пират. Одного этого достаточно, чтобы не пускать тебя сюда. Рассматривай это золото как подтверждение твоих добрых намерений. Сто золотых? Давайте. Э, чё такое? Чё за хрень происходит? Да блин, почему? Отлично. Можешь проходить. Я почему-то не могла выбрать. Отметиться у коменданта Себастьян. Но я предупреждаю тебя. Лучше даже не пытайся доставать своё оружие. И ещё что-нибудь? Добро пожаловать в поэта Изабелла. Я не поняла, почему я не могла выбрать-то. Чё-то глюкануло, что ли. Так, дождите, хотела в настройки залезть, посмотреть кое-чё. Опять у меня стоит вот это разрешение. Какого хрена оно стоит? Я не понимаю. У меня экран не такой. Не такой мощняцкий. Так. Игра. Всё включено. Как ни странно, я зашла и геймпад был, типа, включён. Это очень странно. А чё так темно? Прочь отсюда! Да я уже ухожу. Убирайся! Не знала же, что сюда нельзя. Чё ты сразу? Сразу орать, блин. Кому? Я, да, не особо. Я как раз задавалась вопросом. Кто ты такой? Здесь редко можно увидеть новое лицо. С кем я имею честь? Я ещё недостаточно хорош. Ай, краснопай. Я здесь новенький. Да, разумеется. Иначе тебя бы все здесь знали. Я София. Так, почему ты здесь? Почему ты здесь? У меня не было выбора. От старого царства остались одни развалины. Рано или поздно всем надо будет покинуть Кальдеру. Так что мы с Мигелем прибыли сюда на первом же корабле. Так, расскажи мне об этих местах. Расскажи мне об этих местах. Арборея большая и самое главное, она цела. Здесь на берегу меча есть всё, что нам нужно для выживания. Конечно, здесь небезопасно, но инквизиция не дремлет. У меня ещё есть вопросы про берег меча. Да? Почему эту землю называют берегом меча? Не спрашивай меня. Думаю, это какие-то мужские штучки. Мужские штучки? Ну да, наверное, эту землю открыл какой-то мужичок. И дал ей такое устрашающее название. Мужчины всегда так поступают. Какие тут опасности? Их немало. Не только звери, обезьяны и ягуары. Где-то в глубине суши живут шаганумби. Они дикари и не хотят с нами торговать. Но вы заставляете их работать на себя. Это пленники. Они не раз нападали на нас. Почему это побережье не было разрушено? Я не знаю. Но даже если оно не разрушено, здесь всё равно опасно. Защитники всегда настороже и даже патрулируют местность. У тебя есть что-нибудь выпить? Потому я и здесь. Я никому не дам умереть от жажды. Если хочешь Грога, то ты по адресу. А кроме Грога что-нибудь есть? Смотри, выбирай. Можем обменяться, если хочешь. Мне тут может пригодиться абсолютно всё. А если предложишь что-то особенное, я щедро заплачу. Звучит заманчиво. Если хочешь, могу показать тебе пару трюков, которые продлят тебе жизнь в джунглях. Есть тут какие-то сокровища? В старых храмах полно золота и нефрита. Статуи, идолы, маски. Если есть смелость искать всё это, можно прилично разбогатеть. Или погибнуть. Если хочешь заработать пару золотых, могу подбросить тебе работёнку. Совсем не опасно. Ну-ну, давай. Предлагаешь мне дело? Да у нас тут все ведут дела. А в качестве средства обмена тут успехом пользуется красное вино. Склад поначалу плохо охранялся, и вино быстро разошлось. Ну а я тут при чём? Почти что у каждого где-то припрятана хоть одна бутылка. Если найдёшь что-то, я тебе хорошо заплачу. Что скажешь? Сколько тебе надо бутылок? Пяти будет достаточно, но если будет больше, я возьму. Посмотрим, что можно найти. Хорошо. Я тут в любое время. И если ты кого-то будешь искать, то почти всегда найдёшь его у меня. Так, научу чему-нибудь. А чё она может научить? Ну, учи меня чему-нибудь. Чему ты хочешь научиться? Как продлить действия безбольщих. Ты знаешь, кем способен запугивания людей. Сильнее запугивания. Так, у неё запугивания и броня, да? Хочу, чтобы не стреляли рано, заживали ещё быстрее. Хочу, чтобы... Так. Нет, пока это не хочу я. Пока не хочу. На чём она... Давай торговаться. На чём она торгует? Старая треуголка. Фуфло. Так, у меня получается, чего нет? У меня нет штанов каких-то, да? У меня штаны пёстрые, но у неё ничем не лучше. У неё ничем не лучше. Так, хорошие полосапоги. Ну, они такие же, как мои. Плюс они ещё краснобай дают. Так, что у неё вообще есть? Карта сокровищ. Эта карта обозначена на местохождение сокровищ? О, давай, возьмём. Это мы возьмём. Так. Сокровище золотое кольцо. Краснобай плюс пять. Краснобай, это, конечно, прикольно. Краснобай, это прикольно. Так, хорошие ботинки. Такое себе. Короче, штаны, что-то фуфловые у неё тоже. Я думала штаны поменять, но нет. Кстати, у неё старый плащ какой-то есть. Но на мне пиратская одежда, и в принципе... Ну да, тут, конечно, старый плащ, он покруче. Прочная кожа двенадцать, и это двенадцать, да? Всего 350 монеток, кстати говоря. Ладно, пока так, походим, там потом посмотрим. Если вдруг будет тяжко, тогда, может быть, прикупим чего-нибудь. А пока что, до свидосы. Так, то что... Что-то случилось? Так, стража, хорошо. Тут у нас что? Это же я могу взять, да? Судя по всему, да. Это кто? Ты рабочий? А, ну это вот эти вот... Дикари. 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 Блин, ну всегда я ночью, когда все спят. Так, надо управление, во-первых, вспоминать. Я уже... Ничего не помню. Ай, немного как... Не знаю где. Так. Где-нибудь можно поспать до утра? Я бы прям поспала бы. Пушка. Пушка нам не надо. Пушку нам не надо. Так, ладно. Поехали искать, с кем можно еще поболтать. Это что-то как-то здесь пустоватенько. Разглядываешь орудие? Впечатляет, правда? Трубы отливались специально для этой экспедиции. Дальность выстрела у них побольше, чем у большинства палубных орудий. Мило. Мило? Ха. То, что ты видишь здесь, мой друг, лучшее из того, что когда-либо выходило из стен оружейных мастерских кальдеры. Ты здесь артиллерист. Это что, так заметно? Ну, немножко. Но, но, не заговаривайся. Я знаю, иногда мои чувства бьют через край. Но так уж вышло, что пушки — это моя жизнь. Выглядишь ты как моряк. Ты же не пират, верно? Ну, как же тебе сказать-то? Я служу капитану. Давай так скажем. Нет, не пират. Просто моряк. Пират здесь вряд ли появился бы. Хотя я бы очень хотел поболтать с огненцами. Наверняка он мог бы рассказать о морских сражениях. Ну, я точно бы не смогла рассказать. Почему пушки развернуты в направлении моря? Малуков мы сможем осадить мушкетами. А что, если придет корабль? Ворон уже пытался. Мы преследовали его на Черной Бете и загнали на морское дно. Это все пушки? Нет. У нас есть еще парочка на башне. С их помощью мы можем взять врага в перекрестный огонь. А тебе приходилось служить на корабле? Конечно. Это непередаваемо. Ограниченное пространство. Все время под наклоном. Боковая качка. Корабль черпает воду кормой. Только настоящий мастер своего дела сможет в такой ситуации сделать точный выстрел. Это да, это точно. И все, что ли? Только ничего тут не трогай. Вообще ничего. Да, мне бы взлом замков на самом деле изучать. Но я, блин, не знаю у кого это. У кого это изучать? Вообще без понятия. Ой! О, ешки-матрешки. Нифига себе я упала. Да, кстати, я же ей... Так. У меня... Дай не туда. Полезное, полезное, полезное. Хотя лучше вот эту фигню продавать. Хотя, что она там стоит? Десять монеток. Ну, как бы, десять там, десять сям. И она уже там набирается. А что у меня по провизии, кстати? Что-то у меня мало провизита. Провязала. А то будем травку есть. Будем есть травку. Что-то я спрыгнула такая, типа, смелая вообще. Хе-хе-хе. Зачем даю. Так, а чё? Куда мне вообще? Я чё-то не совсем понимаю. Сюда, что ли? Эй, куда это ты собрался? На корабль. Запрещено подниматься на борт. Категорический приказ коменданта. Передохнуть не хочешь? Хе-хе. Тебе только это война. Чтоб ты пробрался на борт. Ах ты, гадёныш, и Грог забрал. И на корабль не пустил. Вот же гад, а? Вот как его ещё назовёшь? Кроме как гадом не назовёшь. Так, мне где-то бы ночь переждать. Что-то по темноте шлятся. Вообще не в кайф. Так, где я могу поспать, ребята? Где тут у вас есть кроватки для меня? А хотя я ещё тут не всё посмотрела. Я тут ещё не всё посмотрела. Привет. Прошу, уйди. А можно поговорить? Да, уходи. А давай поговорим? Да, уходи. А поговорить можно? Прошу, уйди. Да, уходи. А чё он не хочет со мной говорить? Хорошо. Я тебя поняла, чувак. А спать-то не уходишь тоже, да? Ты типа круглосуточно стоишь там на этом складе. И караулишь, да? Блин, чёрт возьми. Нифига не видно. Мне нужно срочно где-то поспать. Так, никто не увидит, как я убью курицу? Ну, мне мясо надо, понимаете. У меня нет других вариков. Так, здесь есть кто? Кто-то спит. Может, пока спит я тут это... Пошарюсь. Ну, тут чё-то тоже нифига нету. Здесь красное вино, правда. Блин, ящики. Вот изучила, называется, Купер. Изучила и не могу воровать. Чё такое? Хм, привет. Тебе что-то нужно, юноша? Чем ты тут занимаешься? Что? Молот, наковальня, фартук? Слово кузнец тебе в голову не приходит? Очередной чёртов кретин. Хотя хуже всех, конечно, защитники. Как они обращаются со своим оружием? Позор да и только. А на кого валятся все шишки? Кому приходится всё чинить? Я могу тебе как-то помочь. Ты? Что-то ты не похож на кузнеца. Я могу научиться. Ты бы лучше научился одеваться нормально. Но вообще ты бы мог помочь мне с мечами. Для этого я ещё недостаточно. Ещё и воровства недостаточно. Вообще ничему недостаточно. Что ж такое-то? А что ты можешь мне предложить? Ты хочешь купить или просто посмотреть? Зависит от твоего товара. Что ж, не спеши. Само собой, у меня нет более важных дел, чем с тобой возиться. Посмотри, что у него есть. Хотя у меня это... Нормальный такой этот... Блин, у него хороший меч есть. Пиратская сабля у меня. Вот она, пиратская сабля. Так. А вот этот меч прикольный. 30-65. Шпага. 20-60. Хрена себе. Меч офицера не очень. Чертёр шпаги. Кусочек золота. Заготовка для меча. Хрена себе. Блин, я бы на самом деле купила вот этот меч, наверное, да? Или шпага. Нет, меч вот этот. Ладно, давайте так, пока не буду тратить. Посмотрю, как реально буду справляться. Если не буду справляться, тогда другой вопрос. Так, давайте продадим. Так, вот этот кортик у меня нафиг не сдался. Так, у меня есть меч офицера, кстати. Я его тоже продам. Копьё. Урон 40. Одно копьё продам, одно пока оставлю. Не знаю, вряд ли я буду им пользоваться. У меня два пистолета. Один урон 65, другой 60. Вот этот оставлю, а этот продам. Зачем? Так, аристократический жилет. Вот, уже забирай. Забирай. Вот это тоже забирай. Ну и всё, в принципе, больше я тебе ничего не буду продавать. Мастерство, а что у него за мастерство? Научи меня своему мастерству. Какой ты быстрый. За показ надо платить, парень. Надеюсь, что у тебя есть золото. Я благотворительностью не увлекаюсь. И у меня не торгуются. Терпеть не могу эти бессмысленные споры. Холодное оружие 6. Ну, давай, Зул. Я не настолько хорош. А, недостаточно у меня. Ладно. Ладно. Да, уже утро настанет. Всё будет нормально видно. Здесь у нас кто обитает? Повар, судя по всему. Что-то нифига тут у него нету, этого повара. Ни мяса, ничего такого. Что за фигня? Привет. Я Тито. Мясник Тито. Что это мясник делает на другом конце света? Самые лучшие стейки на сотни миль вокруг. Ты голоден? У тебя есть золото? Если да, то ты по адресу. Ты торгуешь только мясом? Да, оружие можешь купить у кузнеца. Или у Вебстера. У меня только сочная свинина. Только свинина? Да, выбор невелик. Но это всё из-за нормирования продовольствия. Но я могу собрать для тебя пакет. Отбивные, ребрышки, потраха. Всё самое вкусное. Давай. Я возьму свёрток с мясом. Это только между нами. Ясно? Мясный свёрток получен. Зачем? Кто там так шумит? Это я. Я шумная. Ой, здесь кабаны водятся. Ой, что-то их тут дофига. Не, я в темноте с ними драться не буду. Я не оружей. В темноте, ну их нафиг. Здесь у нас кто обитает. Мы красное вино для той чувихи собираем. О-о-о. Наконец-то! Ящик, в который я могу залезть. Чем могу служить? Пистолет и пули или порох? У меня есть всё. А, стрелок, понятно. Так, и ты готов заплатить. А мушкеты ты продаёшь? Я вижу, ты знаешь, чего хочешь. Хороший мушкет – лучший друг, которого только можно пожелать для этих мест. Но не дай бог он попадёт в руки врага. Тогда нам всем сразу можно заказывать гробы. Ну так и есть у тебя мушкеты? И есть. Но я не могу их тебе продать. По крайней мере, не раньше, чем Себастьяну даст на то своё согласие. А какое отношение Себастьяну имеет к мушкетам? Ты что, не слушал? Дикари доставляют нам полно проблем. Не говоря уже о пиратах. Если они теперь ещё и завладеют мушкетами, у нас будет по горло проблем. Покажи мне свой товар. Силай, посмотрим, не знаю, я пока не хочу. Не хотела бы менять. Так, ну на 5 всего урон. Всего на 5 урона больше. Так. Время перезарядки только что больше. Так, хам дако канона 70. Для перезарядки 30. Такойся. Дробовик, короче говоря. 60. Так, ладно, пока я ничего не буду брать. У меня пулек хватает, в принципе. Что так, что? Где же мне переждать-то ночь, ёшки-матрёшки? Привет, ребятки. Что тут у вас можно? Пиво, значит, у них можно брать, да? Пиво у них бесплатное. Значит, это кто? Эй, ты, что я вижу? Пират в Пуэрто-Изабелле? Назови мне хоть одну причину, почему я не должен заковать тебя в кандалы. Комендант меня знает. Я собираюсь задать взбучку капитану Ворону. И ищу парней, которые захотят поучаствовать. Да ты же сам пират. Такой же, как Ворон. Точно. Но у меня есть цель. А у вас тоже есть цель? Или вы просто ждёте, пока всё рассосётся само собой? Мы готовы расправиться с любым пиратом, Болтон. Если это прикажет комендант Себастьяну. Значит, мне нужно поговорить с ним. Не беспокойся. Скоро у тебя будет такая возможность. Ты можешь поговорить с комендантом Себастьяну. Только не делай глупостей, понял? Типа не воруй у него, да? И всё такое. Окей, окей, окей. Так, ну здесь только пушки, как я понимаю, да? И больше ничего. Так, а что если я зайду сюда? Ай, пяти этих не хватает навыка, чтобы открыть ящик. Ну что ж такое-то? Что ж такое-то? Где это я? Ха, это я просто прошла кругом. Кружочек сделала. Ну тут опять же всё запаковано. А, я могу здесь поспать до утра, да? Ой, офигенно. Офигенно! Тут мне эта темнота уже достала. Замечательно. Значит, я здесь могу просто смело ходить. Расчёска? Серьёзно? В дар мне расчёска, да? Закрыта дверь, зараза. Ну давай, поболтаем, Себастьяна. Ты, что ты тут делаешь? У тебя миссия на Токаригуа? Нужно оружие получше. Похитить ключ Себастьяна, это было бы офигенно. Я ищу Капитана Ворона. У него есть одно оружие, которое я ищу. Капитан Ворон. Нам удалось потопить его корабль. Его самого уже не было на борту. Мои разведчики доносят, что он установил контакт с Малуками. Сейчас он прячется в глубине острова в старом храме. Малуки называют его Храм Земли. А что, если оружие ещё было на борту? Поверь мне, я был бы очень рад знать, что этот кусок чёрной магии лежит на дне морском. Но я не думаю, что Ворон ушёл без оружия. Нет. Он оставил на корабле для охраны только часть своей команды. А теперь все они мертвы. Кроме одного, Хокинза. Его мы поймали. Вы знаете, чем они занимаются в храме? Ну, если ты знаешь, сколько будет дважды два, поймёшь, чем они там занимаются. Чёрной магией. Иначе зачем Ворону союз с Малуками? Вы что-нибудь узнали у Хокинза? Нет, но мы ещё не допрашивали его по-настоящему. Попробуй, если хочешь. Возможно, он будет более разговорчивым с пиратом. Это мне нужен краснопай. Объясни, что если он не заговорит, его ждёт будущее полное боли. Я поговорю с ним. Он в башне гарнизона. Мне нужно оружие получше. Видимо, слава о превосходном качестве наших клинков разошлась уже далеко. Но, скорее всего, тебя интересуют прежде всего наши мушкеты. Что у тебя есть для меня? Купер кует превосходные клинки. А если тебе нужна амуниция для пистолетов, обратись к Вепстеру. Но мушкет я пока не смогу тебе дать. Я хочу заняться вороном. Я приказал наблюдать за храмом. Поверь мне, в одиночку у тебя нет шансов. Не сомневаюсь. Мы тогда будем драться вместе. Мой приказ – защищать Пуэрто Изабеллу, а не нападать на храм. Этого тебе и не надо делать. Я сам этим займусь. Я не выведу из города защитников, тем самым оставив его без защиты. Так, могу попросить помощи у Малуков. Мне всего-то нужна пара хороших стрелков. А где твои друзья-пираты? Ты же не один сюда пришел. Они охраняют корабль. Охраняют? Пьют, наверное. Только пить и грабить они умеют. Но если надо напасть на храм, то тут уже не обойтись без инквизиции. Спасибо, ты лучший. Спасибо, ты лучший. Конечно, мы намного превосходим и Малуков, и пиратов. Этого никто и не оспаривает. Просто речь идет о том, что мы должны придерживаться приказов. В этом наша сила. Я тоже следую своим приказам. Ну хорошо. Подождем сообщений от Вентуро. Я послал к храму разведчика. Пора бы ему уже вернуться. Сообщи мне, что он выяснил. Тогда я решу, будем ли мы тебя поддерживать. Где я могу найти вашего разведчика? Мы послали его к храму земли, где спрятался ворон. Иди к воротам рядом с гарнизоном. Агилар тебе поможет. Блин, вот бы на самом деле это... Алькасар, нам надо послать несколько человек на задание. Карта берега меча. Карта мне нужна, на самом деле. Во, наконец-то. Вот где я, да? Хорошо. А я могу сюда зайти? Это кто? Не мешай мне. Мне надо подумать. Какие-то проблемы? Да, но я справлюсь. Просто надо припомнить. Может, я смогу помочь? Да нет, не переживай. Наверняка вспомню. По крайней мере, надеюсь на это. А вдруг не вспомнишь, чувак? Давай помогу. Я могу, я помогу. Честно, я пионерская. Я-то еще помощница. Ты че? Нет, не хочет он со мной разговаривать. Так, это стража тут отдыхает. Ну да, я здесь, получается, могу спать, да? Окей. Так-с. Ну что? Слушайте меня, солдаты! Мне нужны добровольцы для особого задания. Это значит, что порт будет защищать меньше людей. Поэтому от каждого я ожидаю повышенной бдительности. Все ясно? Стоять на месте. Осторожно, парень. Не делай глупостей. Мы следим за тобой. Стоять на месте. Так, нам куда? Куда нам куда? Теперь светло можно хоть это. Эй, ты! Я должен найти Вентура. Серьезно? Ну тогда тебе не близко идти. Он где-то неподалеку от большого храма. Который тебе сперва еще надо найти. Если не хочешь в конец заблудиться, иди к Торрессу. Выходишь отсюда и идешь по дороге до перекрестка. Если потом пройдешь немного прямо, попадешь к башне. Там и найдешь Торресса. Он сможет рассказать тебе больше. Только не сходи с дороги. А то быстро станешь кормом для червей. Ну это я потом. Ну это я потом. Я сначала здесь пошарюсь. При свете дня, так сказать. Вот у нас. Эй, смотрите-ка, пират. Ты знаешь меня? Старина, Пэрта и Изабелла не такой уж большой город. Новости расходятся быстрее, чем ты думаешь. Больше тут взять нечего. Пятьдесят золотых неплохо. Что тебе известно об этой местности? Вокруг нас бесконечные джунгли. Если уж сунешься туда, будь осторожней. Почему? Там водятся дикие звери и вонючие молуки. Они тебя порвут. Ты даже глазом моргнуть не успеешь. Кто? Звери или молуки? И те, и другие. Спасибо, что предупредил. Я думала, эти грибы можно собрать. Не, я, конечно, туда не пойду. Потому что вон там уже кто-то стоит. Дождите, я сохранюсь. Что-то я вижу, что кто-то стоит, а кто это стоит, непонятно. Эй, что ты тут топаешь? Спугнешь. Кого, обезьянок? А кого я могу спугнуть? Зверей, проклятие. Ну все, про охоту можно теперь замыть. Ну да ладно, что теперь говорить. Да и на самом деле я тут из-за Ягуара. А он, сколько бы ты тут не шумел, точно сидит в своей пещере. Что за Ягуар? Что улыбишься? Ты его собрался спугнуть? Ну ладно тебе. Ладно, ладно, шучу. Ягуар тут уже давно рыщет. Я теперь даже знаю, где он поселился. В пещере. Помочь тебе? А ты можешь? Конечно, помогу. Хорошо. Пещера тут совсем рядом. Эли за мной. А, подожди. Подожди, я еще не готова. Я не готова к таким действиям. Идем дальше. Да я уже убивала эти фиквары. Давай-ка, доставай потихоньку оружие. Окей. Достала. О, ай, как тут темно. Он где-то здесь. Лучше всего будет, если ты его вспугнешь. А я его прикончу. Это ты, конечно, хорошо придумала. Только здесь темно. Это вот минус, на самом деле. О, карты сокровищ. Прикольно. Еще одна карта сокровищ. Ну, где он тут? Ай! Ну и где ты там? Прикончил. Давай-давай. О, красавчик. О, красавчик. О, красавчик. О, красавчик. Мы даже планировали. О. О, красавчик. О, красавчик. На. О, косавчик. Субтитры сделал DimaTorzok Так, что-то я в джунгли не пойду, наверное Ну его нафиг Сохранюсь, давай Я еще там не все обследовала В этом самом Порте Изабелла Ну тут бебезьянки Это так классно Прям много Бебезьянка я не слабилась Бебезьянка у меня вообще проблем нет Так, сохранюсь Чем чаще сохраняюсь, тем лучше Не, ну дальше я не пойду, мавик Я пошла обратно Пойду еще пошарюсь в порте В этом В этом порте Здесь что у нас? Душ ли вывьем? О! Это хорошо Вот это отлично Вот это я попала Вот это я напала А можно скипнуть Вот это копание Сразу доставай сундук И не это И не парь мне мозги Он так все это медленно делает Ну что, посмотрим Из-под текстур достает сундучок Ну и четко Рубин, золото 500 золота, серебряное блюдо Ну нормально так В принципе, неплохо В принципе, очень даже хорошо Ой Так Полезное Будем травкой восстанавливаться Потому что пока что у нас провианта не очень много Хотя нам же дали какое-то мясо Этот чувак дал же мясо Или что он дал? Мешочек с каким-то мясом И где этот мешочек? Интересно узнать Так Где тут этот самый Костер Мне бы пожарить Это все дело А, этих убивать-то нельзя Наверное, да? Или как? Сейчас сохранимся Попробуем Ну типа Эй, много, да? Бейте его Ну да, нельзя Покажи, на что способен А, все, я поняла, чуваки Нет, нельзя так делать Так делать нельзя Да и как бы бородавочников Попивать их Задолбаешься Я просто не справлю с этим Так, ладно Они не нападают? Тебе бородавочники Да? Или нападают? О! А меня не заметят? Тут всего лишь грог был Такое А нет, они не нападают Они типа домашние Домашние, короче Окультуренные бородавочники Так Ну, в принципе, я Вроде как Все уже здесь видела Наслаждайся временем в городе Окей Наслаждаюсь Стараюсь Пытаюсь О, что-то я здесь прыгать не буду Наверное Не хочу Хотя можно Срезать, так сказать Путь На берег сходить Посмотреть, что на берегу А дальше мы уже в следующей серии пойдем Пока что здесь все зачистим Все осмотрим Чтобы ничего не пропустить Корабль нас не пустили Злые дядьки Кали, иди-ка ты отсюда Нафиг Злюки Че я могу сказать Злые Так, там вон краб шляется Крабик шляется Ой, здорово Блин, а одному С этим крабом-то Не очень, да Более, что пинаться-то не умеем Я не знаю, как пинаться Я не знаю, как пинаться Обе тоже Так Сохраняться после каждого этого Теперь я же одна Без этой чувихи Будет посложнее А то она хоть немножко помогала Пойдем Мимо, естественно А, больно Ай, больно Ай, больно Больно, больно, больно Однако Довольно-таки больно Сейчас всю траву сожру Хотя ее лучше бы продавать Ух ты, рыба А можно рыбу ловить? Нет? Нельзя рыбу ловить? Я бы поймала Ой Я бы поймала рыбку Груз 7 из 10 Кокос Сложный замок Блин Хреново Оказалось, что там еще груз Кого же эти замки прокачивают? Я думала, это все у Ларга делается Оказывается, нет? Так Тут что, все? Конец Судя по всему, да Ну, ладно Так Что там по времени? В принципе, можно еще поиграть Так Только ничего тут не трогай Да, да, да Я поняла О, привет, чувак Я Мигель Я заведую складом Пуэрто Изабелла Чем я могу помочь тебе? Расскажи мне о городе Это наша крепость Место, из которого мы расселимся по всему континенту На самом нижнем уровне гавань Там находятся городские ворота и склад Но там тебе делать нечего Равно, как и на корабле В середине живут ремесленники и крестьяне На самом верху гарнизон Где расположены защитники и комендант Себастьяна Еще вопросы? Куда мне можно заходить? В домах тебе делать нечего В особенности это касается склада Ну и корабля, разумеется А в гарнизон можно? Это ты спроси у коменданта Себастьяна А есть другой путь в город? Есть дорога через долину Она ведет к среднему уровню Само собой, она охраняется Ну и есть еще главные ворота Наверху, у гарнизона Надо думать, их тоже охраняют Не сомневайся Ты же здесь заведующий складом Может тебе нужны ящики? Да, могут пригодиться А сколько именно тебе надо? Ммм, давай посмотрим Если принесешь мне хотя бы десяток Смогу тебя хорошо отблагодарить Я пока только семь нашла Можно у тебя что-нибудь купить? Нет, этим занимается моя жена Софи А, это твоя жена? Я думал, что ты тут главный, паскоро У меня полно дел Все, что перемещается сюда или отсюда Проходит через мой стол С тех пор, как Алькасар ввел пайки Каждый список должен быть проверен трижды Вдоль и поперек Большинство людей не подозревает Насколько нервное это дело Бухгалтерия Пока все есть, меня никто не замечает Но не дай бог, кому-то не додали Или не довезли Тут же найдут и наваляют Я это знаю За добро, добра не жди Золотые слова, друг мой Вот уж точно Золотые слова Почему продовольствие выдается по спискам? Не переживай Это всего лишь мера предосторожности Все из-за этого пирата-ворона Пока мы не знаем, насколько он опасен Нужно быть осторожнее Кто знает, сколько он тут будет торчать? Что ты знаешь о вороне? Он внезапно появился у наших берегов И напал на сторожевой пост Только решительные действия Алькасара Не дали ему разграбить колонию Что произошло? Напал на корабль ворона И потопил его Жаль, что при этом погибло столько припасов Они бы нам очень пригодились А что с вороном? Что он делает без корабля? Этого мы не знаем Он торчит где-то там в джунглях Пираты Одни от них неприятности Будь осторожен, если сам собираешься пойти в джунгли Алькасар решил пересидеть ворона Поэтому мы ввели пайки Так, может я как-то все же проберусь? Блин, надо было сохраниться сначала Сначала сохранюсь и попробую пробраться Блин, ящик я открыть не могу Крысу я трогать не буду Опять ящик, который я не могу открыть Ну что за заза такое Что за заза такое же Ах, печалька, печалька Надо срочно искать у кого прокачать замки Надо погуглить, наверное Короче, ничего я тут взять даже не могу у него Вообще печально Так, мне сейчас, короче, к Софии сходить Ей бину отдать И на этом, наверное, закончить Дверь закрыта Короче, все закрыто Печалька какая-то Печалька Ну тогда я пошла Да, уходи Да ушла я, ушла Че ты, че ты это самое Паникуешь Я нашел вино, которое ты просила Я надеялась, что ты меня не разочаруешь И потому я готова тебя щедро отблагодарить Если сможешь Ого Я с удовольствием у тебя куплю Нормально Неплохо она так 500 золотых мне отвесила Давай я тебе продам еще Давай торговаться Так, продать Твердый Ай, че я продала? Че я ей продала? Подожди Нафига я пистолет-то продала? Фу ты, ешки-матрешки Так, кокос забирай Ну я вообще лошара Так Для убеждения, кстати Вот, если что, может пригодиться Так, рецепт Идол Забирай Идол Еще один Идол Серебряный кубок Что-то дешевый какой-то Еще один Серебряное блюдо Подсвечник Так, статуэтка обезьяны Забирай Золотое блюдо Забирай Это пока оставлю Нефрит Забирай Рубин Забирай Так, раковину надо открыть Серпик Для чего? Важный компонент В ритуалах Вуду Так, забирай Так, сырое мясо Надо пожарить Найти костер Важная цель Для изготовления мушкетов И пистолетов Так Гребенка Себастьяна Расческа вся в волосах Не продается Офигенно Так, я хотела открыть этот Ничего Раковины Здесь брать нечего Сразу вот Ничего Здесь брать нечего Здесь брать нечего Тут брать нечего Здесь брать нечего Ничего Три жемчужины всего лишь Давай торговаться Так, ладно Серпик пока оставлю Не знаю для чего он нужен А, давайте, наверное, на этом закончим Следующая серия продолжим Подумаем, куда пойдем А это все Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Оставляйте свои комментарии До встречи И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok